Мы начинаем создание нашего каталога, любое создание каталога с товарами начинается создание категорий. Переходим в консоль, товары, категории. При создании, при установке в WooCommerce создается всегда одна вот эта категория, которую нельзя удалить, она без категории. Ну, так как мы сюда загружали кучу всяких других, ну, так как мы сюда загружали контент, демо, то загрузились с категорией из данного шаблона. Давайте сделаем следующую штуку. Мы вот эту категорию, вот эти все категории, прям с товарами категории удаляем. New products и sale products, это категории, мы их пока не трогаем. Вот, то есть, вот эти с товарами удаляем. Действия удалить, применить. Давайте первую категорию без категории мы переименуем. Ну, ее нельзя удалить, поэтому мы ее переименовываем в джинсы. И давайте тут также сделаем ее русскоязычную ссылку, джинсы. И давайте сразу загрузим изображение. Вот она, изображение для данной категории. И обновить. Но это мы подредактировали категорию. По родительской категории я вам расскажу чуть позже, когда мы будем заводить категорию куртки. Давайте назад к рубрикам. Смотрите, вот наша категория поменялась. Вот слева панель, на которой мы будем создавать новые категории. Следующая, допустим, категория у нас будет майки. Майки. Здесь в ярлык, теперь уже, когда мы редактируем, ярлык не меняем. Остается тот же. И загрузить изображение. Вот этот мы выбираем аватарку. Добавить категорию. И она в итоге, видите, здесь появилась. Далее мы создаем категорию, например, рубашки. Да, и также просто загружаем изображение. Добавить категорию. Вот. Дальше. Толстовки. Просто загружаем. Вот это выбираем. Добавить категорию. Теперь, смотрите, куртки. Добавить изображение. Использовать. Добавить категорию. Теперь нужно добавить, смотрите, кожаные куртки. Мы вводим кожаные. Давайте добавим изображение. Вот подгрузилось изображение. Но эта категория, она подкатегория, она дочерняя по отношению главной категории куртки. То есть, при навигационном меню мы будем наводить на пункт куртки, будет выезжать под пункт кожаные куртки. А в каталоге мы будем, у нас будет категория куртки. И при клике по этой категории будут выходить не товары, а под категория кожаные куртки. Для настройки этого функционала в родительской категории мы выбираем нужную нам родительскую категорию куртки. И добавить категорию. Давайте добавим еще под категорию пуховики. Загружаем изображение. Если, кстати, вы подряд добавляете под категорию в одной категории, то можете не выбирать здесь родительская категория. Она будет выбрана автоматически. Добавить категорию. Дальше шапки. Загрузить изображение. Так, сейчас скажу. Вот она, аватарка. Добавить категорию. И последнее, аксессуары. Она сама по себе родительская, поэтому загружаем изображение. Добавить. Итак, все необходимые категории мы с вами загрузили. Все-таки давайте эти две категории мы удалим их. Вы выбрали эти две категории. Действия удалить, применить. Все, отлично. Теперь, когда категории заведены, мы переходим к созданию нашего первого товара. Но, как вы попомните, мы переходим во все товары. Мы загрузили демо-контент, и поэтому загрузили все товары. Нам нужно ставить один товар, допустим, первый. То есть, мы все их выделяем. И с первого убираем галочку, а остальные все удаляем, чтобы они нам не мешали. Удалить, выбираем в действиях. И применить. Все, пожалуйста. Это отлично. Значит, если вы создаете товар с нуля, то вот добавить. Кнопочка и открывается панель. Если мы будем редактировать имеющийся товар, для того, чтобы редактировать имеющийся товар, нам нужно кликнуть по ссылке «Изменить». Но не спешите. Нам нужно сделать некоторые приготовления. Об этом поговорим на следующем уроке.